Здравствуйте, меня зовут Евгений, компания Белзип. Сегодня мы будем ломать, пытаться отремонтировать пушку Керона 6000 ET. Ремонтировать будет Тимофей, заслуженный механик сервисного центра Белзип. Давай. Мы ее до этого не разбирали. Причину не знают, да. Видео может получиться длинным, так как очень много видео на ютубе, когда очень быстро делают. На самом деле там люди либо знают уже поломку, то есть уже сделали, а потом просто пошагово показывают, как они делали. Либо это просто очень быстро получается случайно. Что мы сейчас смотрим? Это элемент. Не видно ничего. Скорее всего нашли причину. Также нам будет еще посмотреть фильтр. Несправность у пушки данной была то, что работает определенное время, а потом тухнет. Сейчас почистим мы фотоэлемент и попробуем ее включить. Одно время мы чистили спиртом фотоэлемент, но потом пришли к выводу, что можно простой бумагой почистить и будет нормально. Какие еще бывают неисправности? Фильтр забитый, топливный. Насос, да? Воздушный. Забитый. Также будет ошел продавать. Ну да, фильтр тоже желательно поменять или почистить. Фарсулки забитые. Фарсулки забитые. Де он находится? Он находится получается в самой нижней части. Фарсулки. Вот так всё. В принципе у китайцев у всех одинаковая конструкция, как я понимаю. Здесь будем запускать или на улице. Подсоединяем 150 сантиметров. Сверху. 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 А что ты сейчас регулируешь? О, покажи. Ну, с удачей. С вами-то. Вот, вот, вот. Ну, больше. Ну, это топливо, наверное. Ну, поменьше. Ну, то есть, как видите, особо в таких кушках ломаться нечем. То есть, достаточно просто знать маленькие секреты. Вот. Все можно отремонтировать самому. Если не можете, ну, возите в сервисный центр. Ремонт этой пушки будет не такой уж дешевый. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. До свидания.